МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Ирина Ромбальская. Здравствуйте. Президент Беларуси посетит сегодня Минский моторный завод. Это ведущий производитель современных дизельных двигателей среди стран СНГ. Главе государства доложит о состоянии и перспективах развития промышленного холдинга. Речь пойдет также о выполнении поручений президента касательно отечественного мотостроения, организации сборки различных моделей двигателей и расширении номенклатуры выпускаемой продукции. Александр Лукашенко побывает на главном сборочном конвейере четырехцилиндровых двигателей в цеху сборки и испытания. Кроме того, президенту будут представлены новейшие образцы продукции предприятий холдинга. Планируется, что глава государства пообщается с представителями трудового коллектива завода. Все подробности в наших следующих выпусках. К другим новостям. В Беларуси начинаются официальные торжества по случаю Дня Победы. Сегодня во Дворце Республики будут чествовать ветеранов Великой Отечественной. На главной концертной площадке страны для них, главных героев праздника, состоится торжественное собрание и концерт мастеров искусств. Поздравить героев войны придут известные политики, экономисты, творческие люди и молодежь. Песни, лирические стихи, танцы и хроника военных лет перенесут зрителей в сороковые. Живые свидетели которых приедут сегодня из разных уголков страны. Праздничный концерт по праву памяти живой. Дань благодарности нашего поколения, поколению победителей. Там прозвучат и любимые ветеранами, да и не только ветераны, а всеми поколениями. Старые песни, военные, послевоенные поры. Что интересно, новые песни, написанные нашими современными композиторами, но тоже посвященные войне, героям войны и нашей памяти о тех годах. В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Великой Победе, 9 мая в Минске будет ограничено движение транспорта. Так, с половины седьмого утра до окончания мероприятий для автомобилистов будет перекрыт проспект независимости от улицы Ленина до улицы Сурганова. С 7.00 в объезд этого участка пойдет и общественный транспорт. А с пяти вечера и до поздней ночи проспект независимости будет закрыт от Ленина до Козлова. Кроме того, с 7.00 до 9.00 мая во многих местах в центре города будет запрещена парковка. Тем временем на праздничный график переходит Белорусская железная дорога. В дни майских праздников по стальной магистрали будут курсировать несколько десятков дополнительных поездов. Это коснется таких популярных направлений, как Минск-Брест, Минск-Бомель и Минск-Витебск. В Национальной библиотеке сегодня наградят победителей конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества. Почетные награды получат лучшие. Те, кто выпускает действительно конкурентоспособную продукцию. Конкурс проводится уже в 17-й раз. За это время его лауреатами стали две сотни организаций практически всех сфер экономики. В этом году в списке победителей 6 лауреатов и 5 дипломантов. Они представляют нефтехимическую, пищевую, строительную, транспортную и другие отрасли. К событиям в мире в США горит склад с оружием и боеприпасами. ЧП произошло в городе Хьюстон. На месте работают экстренные службы. Задействовано свыше 170 пожарных. Известно, что в объятом огнем помещении произошло несколько взрывов. В атмосферу выбрасываются потенциально опасные вещества. Спасатели уже эвакуировали персоналы учащихся школы, которая находится неподалеку от промышленной зоны. Жителям района рекомендовано плотно закрыть окна и двери и не покидать с дома. Причина возгорания пока неизвестна. Жертвами авиаудара, нанесенного по лагерю беженцев в Сирии, стали 28 человек, в основном среди погибших женщины и дети. Десятки получили ранения. Ответственность за случившееся на себя никто не взял. В ООН и ЕС решительно осудили авиаудар и потребовали немедленно приступить к независимому расследованию инцидента. Лагерь беженцев располагался всего в 30 километрах от Алеппо, где накануне был введен режим тишины. В центре немецкого города Франкфурт на Мане неизвестный открыл огонь. По людям пострадали три человека, причем двое из них получили тяжелые ранения. По предварительным данным, стрельба велась из проезжающего автомобиля. Задержать нападавшего по горячим следам пока не удалось. Сейчас правоохранители исследуют ближайшие улицы в поисках свидетелей. Есть версия, что стрельба произошла между участниками криминальной разборки. В Грузии устраняют последствия непогоды. На восточные районы страны обрушился сильный град. Он продолжался чуть более получаса и почти полностью уничтожил сотни гектаров сельхозугодий. Больше всего от удара стихии пострадали виноградные плантации, в том числе и те, на которых выращивают редкие сорта. Погибло в общей сложности около 80% будущего урожая. Жители сел оценивают ущерб нанесенной стихии и просят помощи у государства. Тем временем в Канаде ситуация с лесными пожарами ухудшается с каждым часом. Огнем охвачено уже 85 тысяч гектаров. Горит аэропорт рядом с городом Форт-Мак-Мюррей. Вся площадь Воздушной Гавани затянута дымом. Опасную зону в провинции покинули уже более 90 тысяч человек. В США ужесточают контроль над электронными сигаретами. Во-первых, с сегодняшнего дня их использование на всех авиарейсах страны строго запрещено. А во-вторых, введены более жесткие правила их продажи. Теперь никотиновые ингаляторы не смогут купить лица младше 18 лет. Помимо этого, производителям электронных сигарет необходимо будет пройти регистрацию и сообщить подробный состав их продукции. Также запрещена реклама этого товара с использованием слов «легкий» и «мягкий». Ирина Мычко, телекомпания СТВ. А Минск на три дня окунется в атмосферу театрального карнавала. Сегодня в Верхнем городе стартует форум уличных театров. Свои лучшие постановки покажут коллективы из Беларуси, Германии, Польши, России и Приднестровья. Откроет праздничную программу экспериментальный театр «Глаз», который этим вечером на площади свободы покажет Робинзонаду по произведениям Данте, Дефо и Турнье. Всего за выходные зрители увидят более 20 представлений. Минчан ждут бесплатные интерактивные спектакли, хореографические постановки, клоунады и номера на ходулях. Ожидается, что фестиваль соберет около 100 тысяч человек. И последнее удивительной красоты видео, на котором запечатлен самый высокий водопад в мире, удалось снять при помощи беспилотника. Кадры впечатляют своей красотой. Падающая вода, прежде чем достичь земли, распыляется на мельчайшие частички и превращается в туман. Почти 1000-метровый водопад «Анхель» находится в тропических лесах Венесуэлы. Больше новостей найдете по адресу в интернете ctv.by, репортажи, эфирное видео всех программ в любое время доступно на нашем YouTube-канале. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Следующий выпуск в 13.30. И я прощаюсь с вами до этого времени. Продолжение следует...